Всем привет, с вами Авулов, и сегодня расскажу вам, как же быстро одеть своего тканевого кастера в зеленый квестовый шмот. Собственно, сразу скажу, что ключевое слово здесь быстро, да, то есть мы не берем в расчет квесты в Shadow Moon Valley, да, на эту голову, где нужен флаймамонт, мы не берем квесты в данжах. В общем, самое главное, одеться быстро, да, нафармить немножечко голды и особо не запариваться на этот счет. Итак, первый слот голова называется у нас Atomal Crown. Получается, она за цепочку квестов, которые начинаются у Алдоров с квеста Ashtong Tribe и у Скрайеров с квеста Ashtong Broke. Естественно, все ссылки на квесты я оставлю в описании. Далее, второй слот у нас идет Ожерелье, тоже цепочка из 8 квестов, называется эта штука Pendant of Battle Mage и начинается все с квеста The Archmage Staff. Итак, третий слот у нас Плечи. Я рекомендую всем Плечи, которые называются Destroyer's Mantle и, собственно, получаются они по квесту Natural Remedies. Далее у нас идет Плащ. Я всем рекомендую Deep Myrclock и начинается все с квеста Thick Hydra Scales. Далее у нас идет Грудь. Собственно, Golden Wave Tunic. Для Альянса начинается цепочка квестов с квеста The Gour Must Burn. Для Орды The Eyes of Grilog. Наручи у нас. Я рекомендую всем Gold Trimed Cuffs. Тоже цепочка, по-моему, из 8-9 квестов, которая начинается с квеста Run and Diagnostic. Ну, естественно, оружие всем рекомендую брать с Ring of Blood, да, в награнде. То есть, ну, вы вот, докачиваясь до 70-го левла, приходите на этот Ring of Blood, делайте эти квесты, да, получайте неплохое количество голды и, собственно, хорошую пушку, достаточно хорошую пушку. Что касаемо Ванда, да, то тут у нас, значит, Арако Дивайнинг Род, тоже цепочка квестов, который начинается с квеста What's Wrong at Scenarion Ticket. Далее у нас идут тринкеты. Собственно, один из самых, наверное, лучших тринкетов, который дается по квестам, это, собственно, Vengeance of Illidarin. Вот, собственно, дается он за квест Cruel's Intention у Орды и за квест Overload у Альянса. Второй тринкет я бы рекомендовал вам взять Ancient Crystal Talisman, у Орды это, собственно, квест Эспирит Эли, у Альянса это с квест Overload Gorefist, или Горфист, не знаю как правильно. Далее переходим к кольцам. Кольца у нас, значит, Signed of Violet Tower, стартовая цепочка этих квестов становится квестом Fury Garrison. И второе кольцо я рекомендую взять из аукциона, оно называется у нас Band of Dominion. Тоже хорошее кольцо, причем оно обычно не очень дорого стоит. Далее переходим к ботинкам. Ботинки у нас Sinister Area 52 Boots. Даются они за квест Breaking Down Nether Clock, то есть такой очень простой квест, который, собственно, можно вдвоем быстренько сделать. Насчет соло не знаю, я делал квест вдвоем, мне там помог один чувак со стрима. Но мне кажется, что, в принципе, даже если вы не стримите, вам все равно будет достаточно просто сделать этот квест. Итак, переходим к ногам. Собственно, ноги, вот видите на экране, Сус Сеерский, начинается, тоже дается он за спочву квестов и начинается у нас квест Бесидж. Далее переходим к поясу, Chief Engineer's Belt, он дается за квест Elemental Power Extraction. Ну и, собственно, последний слот у нас остался, это руки, собственно, Grips of the Void. И дается он за квест Enraged Spirit of Air. Все, собственно, на этом все. Быстренький такой гайдик. Спасибо, что посмотрели. Сставьте лукасы. Если будет много лукасов, я могу, собственно, сделать видосик, да, где одевать кожаных ДПСеров, где одевать хилеров, да, где одевать кольчужных ДПСеров, где одевать латников. Собственно, у меня вся информация, в принципе, есть. Если, собственно, вам действительно понравился этот формат, то, собственно, не забудьте поставить логику Скотти в голову, чтобы он сделал еще больше такого дела. Так же подписывайтесь на канал мой, донатьте Аулу, чтобы его мамка не выгнала из квартиры. И рекомендую всем зайти на мой Твич. Там мы, собственно, играем на БК, на ЛК и на Легионах, на всяких разнообразных. Так же проходим синглплеер игры. Ну, собственно, на этом все, ребятки. Спасибо большое. Пока-пока и не болейте. Крепкого здоровья вам, счастья и позитива. Пока-пока и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok